В новостройку Акурдо сегодня вновь приехали автоцистерны. Привезли живительную влагу. Местные власти так решили помочь жителям пережить засуху. Напор в кранах здесь либо очень слабый, либо воды вообще нет. Сейчас очень жарко. Термометры показывают 35 градусов. Постоянно хочется пить. Хочется и умыться, и постирать, но воды нет уже 10 дней. Приходится покупать. И в Аильном Кенеши, и в Водоканале говорят, что воду не выключали. Почему же воды тогда нет? Напор воды в системе нестабильнее, жалуются жители южных микрорайонов столицы. Утром откроешь кран, бежит маленькая струйка. Вечером побольше или же наоборот. В ванной комнате тоже мало. Когда включаешь горячую воду, стараешься, чтобы смешать воду. Но холодной недостаточно. Холодной недостаточно воды. А давно это у вас? Да вы знаете, я стала замечать, наверное, больше месяца. Проблема возникла из-за высокого потребления питьевой воды, говорят в Бишкек-Водоканале. Городу ежечасно спускается около 26 тысяч кубов воды. Но прежде чем дойти до горожан, она идет через села, новостройки, а там ее попросту воруют. Не получая никаких разрешений, самовольно подключается к столичной системе водоснабжения. Сегодня, к примеру, выявили еще одно подобное нарушение. Вот видите, 100-миллиметровые в диаметре трубы, а надо 20-миллиметровые. Мы все сделаем, опломбируем и проблем не будет. Несмотря на давно существующий запрет, питьевую воду используют еще и для полива. В новостройках регационной системы нет, в городе же она есть. Но не во всех микрорайонах налажен процесс полива из рычной системы. Где-то она разрушена, где-то этим никто не занимается. Выход из ситуации – полив из шланга. Только разрешено это делать лишь в ночное время суток. С 12 ночи до 5 утра только через водомер. И по письменному заявлению председателей ТСЖ или домкомов. А в дневное время и запрещено? В дневное время полив запрещено. Мы, Бишкек-Годоканал, штрафные санкции применять не можем. У нас нет таких полномочий. Мы составляем акт и передаем на районную администрацию, чтобы они рассмотрели на административной комиссии. Городским службам пришлось задействовать все 300 скважин, чтобы обеспечить бишкекчан водой в достаточном объеме. К сравнению, зимой работы только 160. Уровень воды в этих 300 скважинах существенно снизился из-за климатических условий. Во избежание перебоя с водой сейчас временно отключают автомойки, бани и сауны от водоснабжения. В Бишкек-Годоканале просят граждан рационально использовать живительную влагу, чтобы ее хватило всем.